Скорей все сюда! Такого вы еще не видали! Что зебры безобидны, добрые и не способны причинить вред, но это далеко не так. Эти полосатые лошади могут отправить в нокаут льва, надурить крокодила, заставить гепардов бежать в ужасе и устроить расправу над своим сородичем. Больше в этом выпуске. Сегодня я покажу и расскажу вам... Львы. Пожалуй, чаще всего зебрам приходится контактировать именно с этими крупными кошками. Те регулярно на них нападают, однако это вовсе не значит, что зебры не могут дать отпор. Они намного опаснее, хитрее и проворнее, чем многие думают. Например, тут львица набросилась на зебру сзади. И зебра не растерялась. Она развернулась, и ей удалось сбросить львицу со спины. Хищница продолжила крепко держаться за свою добычу, но зебра не сдавалась. Она побежала к дороге, перебежала ее и убежала в лес, где окончательно скинула львицу и сбежала от нее. А эта львица устроила охоту на целый табун. Она высмотрела добычу и попыталась напасть на нее, но зебры буквально смели ее с пути и затоптали. Хищнице лишь чудом удалось остаться в живых. Правда, без потерь в тот день не обошлось. Львица все-таки поймала одну зебру и поделилась добычей со своей сестрой. И снова у нас табун, и снова большая кошка. Ситуация повторяется, но в этот раз львицу не затоптали, она зашла с фланга. Когда развеялась пыль, стало ясно, что хищница схватила одну из зебр. Она вцепляется в ее глотку, и той приходится терпеть боль. Счет идет на секунды. Зебра вот-вот должна ослабнуть и умереть, но ей удается нанести ответный удар и укусить львицу за бок и лапу. Львица тут же отпустила добычу, и зебра ушла к своим сородичам. А некоторым зебрам везет еще сильнее. Они отбиваются от больших котов еще до того, как те нападут. Взгляните, как эта зебра лигнула львицу. Та аж подлетела. Это чистый нокаут. А вот еще одна зебра-каратистка. Львица бежит за ней, но полосатое создание, не глядя, легает ее. Удар получился точным и сильным. Львица потрясена и еле как покидает поле боя. Еще бы! Некоторые ученые даже считают, что удар копытами зебры – это самый сильный удар ноги в мире животных. Ну, один из самых сильных уж точно. Таким ударом зебра способна сломать челюсть даже крокодилу. А уж мелких животных зебры и вовсе пинают, как футбольные мечи. Эта зебра решила напасть на детеныша Кангони. Это такие африканские антилопы. Удар был очень мощным. Взрослые антилопы тут же поспешили к крохе. Кажется, что детеныш умер, но не переживайте. Через 20 секунд он пришел в себя. Это был просто глубокий нокаут. Но зебрам этого было мало, и они решили погонять и взрослых Кангони. Правда, их нокаутировать уже не вышло. Зато напоследок вновь досталось крохе. Хоть это и мир животных, ее как-то жалко. Бородавочник. Что такое удар копытом зебры, отлично знают и бородавочники. По крайней мере, этот. Зебры отдыхали и что-то ели, как вдруг к ним пришла группа бородавочников. Один из африканских свинов подошел близко к зебре, и та взбесилась. Она перешла в боевой режим и со всей силы легнула бедолагу. Само собой, таким ударом зебра наглухо вырубила бородавочника. Но опять же, волноваться не стоит. Под конец видео он пришел в себя. Хоть он и получил сотрясение, но остался жив. А это главное. Но не думайте, что зебры только и умеют, что лупить по голове небольших бородавочников или детенышей антилоп. Они могут дать пинка и взрослым антилопам. Ситуация схожа с предыдущей. Две группы животных стоят где-то в саванне, отдыхают и едят. Вдруг одна антилопа подходит близко к зебре, и то резким движением копыта бьет ее точно по голове. Удар получился быстрым, хлестким и сильным. Как раз то, что нужно, чтобы отправить оппонента в нокаут. После этого все разбежались. Продолжение не последовало, и поврежденная антилопа осталась лежать одна. К счастью, уже вскоре она пришла в сознание, однако быстро встать не вышло. Удар оказался настолько сильным, что антилопа еще несколько секунд брыкалась и пыталась подняться на ноги. Ей даже попытались помочь сородичи. Все нормально. Ты в порядке. Вставай. Под конец видео она встает и убегает. Окей, чтобы пнуть антилопу, смелым быть не обязательно. Но справится ли зебра с настоящим соперником? Скажем, с крокодилом. Смотрите сами. Здесь зебры переходили в брод реку, кишащую крокодилами. Одной из них не повезло. Крокодил вцепился в нее. Но зебра не собиралась сдаваться просто так. Она начала вырываться и брыкаться. Более того, она даже попыталась укусить крокодила. Смелости ей точно не занимать, но, к сожалению, рептилия все же одержала верх. А вот не менее храбрый сородич полосатого героя. Его атакуют сразу два крокодила, но зебра кусает одного из них прямо за пасть со стрющими зубами. Крокодилы явно были в шоке от такого отпора. Эта зебра угодила в ловушку. Возле берега на нее напал крокодил. Она пытается укусить врага, но безуспешно. Укусы не наносят ему урона. Ситуация серьезная. Зебра получила травму и ослабла, но все еще стоит. Наконец, она начинает активно двигаться, выходит на берег и освобождается от захвата. Ей удалось выжить. Правда, с такими травмами она вряд ли долго протянет. Настоящий мастер-класс показала эта зебра. Когда крокодил схватил ее, она развернулась и не дала ему впиться в глотку и передние лапы. Немного поборовшись, зебра смогла скинуть рептилию и выйти из водоема без особых повреждений. Еще и крокодила куснула напоследок. Но самый эпик устроила эта особь. Она бесстрашно перешла вброд реку, кишащую крокодилами. Причем перешла по самим крокодилам. Дерзко, отважно и очень эффективно. Одно дело убегать от хищников, и совсем другое – нападать на них. Зебры – очень опасные и безбашенные создания. Иногда они могут напасть даже на быстрых гепардов. Смотрите сами. Семейство гепардов оказалось неподалеку от зебр, и полосатые решили их прогнать. Сначала гепарды сами спугнули зебр, но потом одна из них погналась за ними, и уже кошкам пришлось убегать и прятаться. Прошло еще несколько секунд, и гепард начал со всех ног удирать от напористой зебры. Даже когда видео заканчивается, погоня продолжается. Как вы думаете, зебры догнали гепардов? Или сверхскорость этих пятнистых котов спасла их? Поделитесь мыслями в комментариях. Сородичи Зебры опасны не только для разных хищников и травоядных Африки, но и для своих сородичей. Они нередко устраивают сражения друг с другом. Первая из них особенно жестокая, ведь здесь взрослая зебра напала на детеныша. Она взяла его в захват и начала издевательски удерживать. Она его кусает и даже пытается утопить. Детеныш вырывается, но зебра вновь берет его в захват. Далее детеныш пытается удрать по водоему, но полосатый агрессор преследует его и кусает за спину. Погоня продолжается. Сородичи пытаются утихомирить агрессора, но тот уже не видит никого и ничего, кроме детеныша. Надеюсь, он так и не смог прикончить его. Но такие ситуации случаются нечасто. Куда чаще зебры выясняют отношения с другими взрослыми. Например, здесь две зебры решили устроить поединок за превосходство в гареме. Они кусают, толкают и пинают друг друга. Никто не вмешивается. Это чисто их разборка. Правда, непонятно, кто тут выиграл. Как по мне, это ничья. Здесь, скорее всего, тот же мотив. Две зебры закусились друг с другом из-за самки или права владеть гаремом. Этот бой зрелищнее. Зебры используют прыжки, а не просто кусают и толкают друг друга. Но и бой закончился быстрее предыдущего. Опять же, не ясно, кому отдавать победу. И целый гарем. Вы узнали и увидели, что зебры далеко не такие безобидные и добрые, как о них многие думают. Но их темная сторона – это лишь немногое, что о них можно рассказать. Напоследок, я поделюсь еще несколькими фактами про этих полосатых созданий. Так что смотрите дальше. Будет интересно. Виды зебр Может показаться, что все зебры одинаковые. Я всегда думал, что я вроде бы уникален. Однако это не так. Этот подрод лошадей подразделяется на целых три вида. Бурчелову зебру, зебру гриви и горную зебру. Бурчелова зебра – самая распространенная. Именно эту зебру обычно все представляют у себя в голове, когда речь заходит о зебрах. Она еще и самая популярная. Например, Марти из Мадагаскара. Мадачиво? На что? Не Мадачиво, а Гаскар. Это именно бурчелова зебра. Зебра гриви крупнее остальных. У нее больше уши и морда, а также светлое брюхо без полосок. А самих полосок на теле больше. У горной зебры тоже нет полосок на брюхе, но зато обязательно есть складка на шее. Из трех видов только бурчелова зебра находится вне опасности, а горная зебра и зебра гриви находятся под угрозой исчезновения. Полосы. Полосы зебры – их самая отличительная черта. Причем отличительная в самом прямом смысле этого слова. Полосы каждой зебры так же уникальны, как отпечатки пальцев человека. Вы никогда не найдете двух зебр с идентичными полосами. Именно по полосам детеныш зебры отличает свою мать от остальных полосатых созданий. Кстати, полосы зебр не только выделяют их на фоне других африканских животных, но и позволяют сливаться с окружающей растительностью, снижая опасность нападения хищников-дальтоников. Ладно, да, мне вас не различить. Может тебе повесить губенчик на шее? А еще полосы отгоняют многих кровососущих насекомых. Одомашнивание. Зебры относятся к роду лошадей. Но почему тогда люди так и не смогли одомашнить их, в отличие от обычных лошадей? На это есть несколько причин. Во-первых, из-за регулярного контакта с хищниками зебры живут в постоянном напряжении, отчего они нервные и агрессивные. Такой зверь не годится для одомашнивания. Во-вторых, у зебр нет социальной иерархии. Они собираются в группы, но группы для них не социальная концепция, а техника выживания. В-третьих, спины зебр не созданы для того, чтобы человек мог долго ездить, не говоря уже о том, чтобы переносить тяжелые грузы. Зебры меньше и слабее лошадей. Можно надрессировать некоторых особей и сделать из них экзотических скакунов, но зебр как подрод полностью одомашнить невозможно. Миграция И напоследок предлагаю вам заценить эти красивые кадры. На них зебры совершают миграцию. Миграция зебр в Ботсване является второй по величине миграции диких животных в Африке после великой миграции в Серенгетти и Масаи и Мара. В миграции участвуют до 50 тысяч животных. Они преодолевают испытания и проходят около 500 километров с севера на юг и обратно. Так, они спасаются от засухи. Просто полюбуйтесь на эти кадры еще немного. Как долго я должна смотреть? Сколько я пожелаю. А на этом все. Напишите в комментариях, видели ли вы зебр вживую. И спасибо вам большое за просмотр.